Ну вот, друзья мои, мы в Оранжереи. Направо будут тропики. Посмотрим, где что как. Вот отрада для Бориса, друга нашего. Сколько здесь всяких разных суккулентов. Кактусы цветут. Такая желтенькая красотулька. Алоэ. Кактусы настоящие из Мексики наверняка. Вот их сколько. Разных, разных, разных. Вот. Наверху такие пальмочки. Орека, наверное. Вот какие только нет. Но я уже название не буду читать. Потому что здесь только на латинском и на латвичском. Смотрите, Борис, какая композиция сделана. Почти как у вас. В чашу тут. Вот такой стилизованный многоножка с камней и металл сделана. Такой вот паучок. Тарантул, наверное. Пальмы высокие до потолка. Вот этот зал я специально обхожу, чтобы порадовать любителей суккулентов. Вот так вот покажем все, что есть. В этом зале здесь хоть кондиционер работает, но все равно тропическое. Юра даже не пошел. Сказал, что будет там влажность, жарко. Не пошел. А мне пот заливает глаза. И это для меня страшно. А вот какие-то цветочечки будут цвести. Набирает цвет. Это похоже на китайскую розу. Ну да, хибискус. Китайская роза. Я зимой показывала, как она у меня активно цвела. Такие. Ну алоэ, конечно. Выглядит, конечно, мощно. Вот такая арочка сделана. Я читала, что здесь четыре зала открыты. И девять через стекло. Ну вот через стекло мы сможем увидеть лишь, что там есть. Они не открываются, те залы. Они как рабочие там выращивают. Через стекло мы сможем смотреть, что там есть. Вот там вижу зал герберы. Вентилятор работает. Как красиво. Какое интересное дерево и в цветах. Не видно, что это есть. Смотрите, как цветет алоэ оранжевым цветом. Красиво. Так, ну, пройдем. И вот такие рыбки плавают в водоеме. Ой, там черепашки. Черепашки. Выбирается. Выбирается на камень. Сейчас я с той стороны попробую подойти. А рыбки такие вот. Красные. Белокрасные. И белые. И камень, как сделан в виде рыбки. Красиво. Вот написано, что в этом бассейне вот такие четыре. Лиза, Стайга, Рома и Рима. Вот такие черепашечки по именам, именные. Вот. Как же вас мне, миленькие, посмотреть. Сейчас обойду вокруг. Нравитесь мне и рыбки, и черепашечки. Классненько. Ой, одна совсем загорает. Здесь, видимо, лампочка включается для нее иногда. Вот она на песочке лежит. И греется. Но сейчас и лампы не надо. Сейчас вон как тепло и жарко. Вот. Вторая вот залезает на камень. И одна уже там на камне. Четвертую я не вижу. Где-то спряталась. Вот такое чудесное место. Потом мы поднимемся еще на второй этаж. Посмотрим за стеклом все эти залы. Юра пошел к машине. Немножко палят. А, лампа все-таки греется. Видите, красное отражение в пруду. Значит, греется черепашка. Старенькая, наверное. Поэтому и греется. Явилась и четвертая. Она плавает шустро туда-сюда. Под бревно. Выползает с этой стороны. Выплывает. А эта красавица голову свою подняла. Глазками веки опускает. Щеки надувает. Вот такая красавица. Вот. Рыбки плавают. Одна только очень активная черепашечка. Вот она плавает. Остальные все отдыхают. Замерли. От жары, наверное. Ну, молодцы. Мне тоже уже жарко здесь. Все, ребятки, пока. Рада была знакомства с вами, милые мои, черепашечки-низя. Вот так мы гуляем. Все в оранжереи. Фидейка. Цветет. Все в оранжере. Вышивая воды. Такой водопад по стене. Здесь петерок. Хорошо. 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 Попугайчики разные. Попугайчики. Вот они какие. Вот они какие. Привет, друзья. Вам не скучно? Просто целая компания. И водичка рядом. Да. Вот они какие. Ну, а внизу чего загрустила? А? Привет. Говорливые. Не вижу, кто тут. Кто тут? Непонятно. Воронж, что ли, какой-то. Ну, в общем, какое-то животное есть. Но такое неподвижное, что непонятно, что это и как это. Вот что это. Вот такое вот африканское чудище. Да. А вот это клеродендрон. Самый настоящий. У Риты, я помню, свел беленькими штуточками комнаты. Комнатный был клеродендрон. Здесь вот выращивают. Ну, это такие рабочие залы. Вот что-то тут уже цветает. Вот такие цветочки. Олеандр. Какой маленький такой олеандр. На улице там большие кусты уже олеандра. Это не кофе ли? Не вижу, что это за пастилия. Японская камелия. Плоды. Не видно, что. Ну, ладно. Это ботаники разберутся, если будут смотреть. Так, ну, зал Гербер я уже показывала. В этом зале мы уже гуляли. Там водоем по центру. С черепашками и с рыбками. Да. Самый большой зал суккулентов. Различных. Различных. А тут у нас цикламены. Зал цикламенов. Коллекция. Пеларгонию вижу. Какой-то хорошо здесь ветерок дует. Видимо, вентиляторы работают. Кондиционеры. Какая красота. Вот именно те цветы, про которые сейчас я не выговорю, бурги-вилла, как-то вот типа такого. Ой. Они могут украшать любой сад. И они даже зимой эти листья зеленые. Красотища, конечно. Келаргоника такая. Мы там проходили, папайя было, дерево. С плодами, кстати. Юбка. Это фарма такая, юбка. И вот эти самые цветы. Красивые. О, еще один водоемчик есть. Сейчас подойдем. Здесь зал роз. Розы и вижу, что там еще. Цикламены, что ли? Не видно. Вот эти пальмочки, все юбка. Вот отцвел. Отцвел. Тут уже цветочки отцветают. О, здесь сквозняк, потому что насквозь открыто. Да, поэтому так. Ну, зайдем по этим. Такие интересные спивы деревьев. Здесь много датчиков. Температурный режим соблюдают. Такой, какой необходим для всех этих растений. Такие цветочки. Вот они так вот высотой и растут эти, о которых я говорила. Так, вот лотос цветет. О, здесь львушки водятся. Или это даже жабы. Не знаю. Вардес. Два мостика. Посмотрим. Посмотрим, что тут у нас есть. Красная водяная роза. Водяная линия. Такая красота. Ну вот, пожалуй, мы будем завершать нашу прогулку. Потому что жарка мне неимоверная. Я не любитель жары. Это банан. Банан – это не дерево, это трава. Вот такая огромная трава. Бананы. Вот здесь вот были бананы. Кисть оборона. Жарко вам? Попугайчики. Что ж вы там спрятались, а? Жарко. И вот такая арка. И вверху, в самом верху цветы. А вот эти, похоже на деревья, это трава. Это бананы. И вот в прошлом году, говорят, здесь была целая гроздь. Но осталось только то, что осталось. Птички щебечут, попугайчики. Вот какой-то муравьед сделан из камушков. Из красивых камушков, между прочим. Да, духотища, жарища. Такой водоемочек. А так цветут алое. Таким вот цветом. Вот. Это называется портулак, оказывается. У нас в огороде портулак цветочками цвел. А это я называла денежным деревом. Этот зал полностью посвящен суккулентам. Здесь не зря гордятся этим залом. А вот такие плоды папайя. Дерево. И дерево. Вот такое. Его постоянно. Видите вверху. Брызги. Туман. Плодный туман. Вот. А плодов много. Почти на каждой ветке висит гроздь. Такое мощное дерево и такие плоды. Вот мы и на втором этаже. Такие красивые цветочки. Пеларгония. Пеларгония. Вот так зал суккулентов смотрится сверху. Какая тут пеларгония высокая. Такая галерея налево-направо и выход на улицу. Ох. Красота. Свежий воздух. Ступеньки. И цветы. Каких только нет. Цвета. И желтые, и розовые, и красные. И вот гибейскус тут цветет. Да. Хорошо. И вот впереди, если видно, там вдалеке, там уже начало сада. Там парковка. Вот такие вот. И вот водоем с фонтаном, где мы уже были. Красиво. А вот этим нужно полив. Уже листики погрустнели. А эти жарких стран им. Хорошо. И вот какие-то плоды. Даже не знаю, что это за плоды. Похоже на один из сортов томатов наших. По форме похоже. Ну и все, ребятки. Все. А там внизу тоже кусты леандра. Розовый там, белый был. Ну что, друзья мои. Спасибо вам огромное за прогулку. По жаре. Но были времена, когда и в тени можно было спрятаться. И ветерок поддувал. Вот такая у нас сегодня суббота. Хороших вам выходных. Отличного здоровья. Прекрасного настроения. Будьте здоровы. Заходите. Я вам всегда рада. Пока.